Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня говорим о подготовке всероссийской проверочной работе по математике с помощью интерактивных пособий, а в частности пособия, естественно, издательства Академ Книга Учебник, которая также, как и по русскому языку, издана в двух частях, и мы посмотрим, каким образом эту подготовку можно осуществлять. Ну, вначале я бы хотела все-таки еще раз вернуться к тому, зачем, какова цель всероссийской проверочной работы по математике, потому что название по математике, но тем не менее мы понимаем с вами, что она проверяет не только предметные, как вы видите, но и метапредметные результаты, и с этой целью она и разработана. Естественно, уровень сформированности универсальных учебных действий и метапредметные понятия. Ну и кроме того, результаты всероссийской проверочной работы по предмету математика вместе с информацией, которая имеется в образовательном учреждении, может быть использована для оценки личных результатов. То есть это вот положение, которое говорит о назначении всероссийской проверочной работы. Ну, очень кратко, опять же, какие универсальные учебные действия предполагает проверка вот этой работы по математике, и, конечно, в первую очередь мы понимаем, что к математике мы отнесем логические универсальные действия, и в этом плане анализ проведенных работ, вот предварительной проверочной работы и прошлогодней работы, которую проводило национальное исследование качества образования, как раз говорят о том, что, конечно, вот вычислительных умений у детей практически нет, особых проблем, да, а проблемы вот в логике, в логических заданиях, в заданиях связанных с геометрией и так далее. Поэтому логические универсальные действия, которые предполагает проверять всероссийская проверочная работа, это, конечно, анализ объекта, синтез, установление причинно-вредственных связей, построение логической цепи рассуждений и так далее. Естественно, познавательные универсальные учебные действия общего учебного характера, выделение, поиск, выделение необходимой информации. Дальше смотрите, осознанное произвольное построение речевого высказывания в письменной форме, да, контроль-оценка процесса результатов действий, моделирования и так далее. То есть, конечно, разработчики самой работы и авторы пособия интерактивного придерживаются вот этих закономерностей, этих проверки этих универсальных учебных действий для того, чтобы вашим детям помочь вот с этой работой справиться. Ну, если посмотреть обобщенный план варианта проверочной работы по математике, значит, мы говорим о том, что, безусловно, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом проверяются определенные умения и виды деятельности по математике, да, в частности, выполнять эритетические действия, решать задачи, следовать, распознавать фигуры, умение работать с таблицами, да, и так далее, и так далее. И, безусловно, это все соотносится с блоками примерной образовательной программы начального общего образования, и так же, как и в программе написано ученик научится, допускник научится, и выпускник получит возможность научиться, так же и задания, представленные, безусловно, на базовом и повышенном уровнях. И в третьей колоночке я привела примеры, вернее, номера заданий, которые мы рассмотрим в нашем интерактивном пособии для того, чтобы еще раз убедиться, что они действительно направлены на проверку сформированности именно этих умений или этих способов деятельности. Ну, нельзя сказать, что одно задание, да, проверяет только одно умение, они, безусловно, комплексные. И так же, как умение решать задачи аэритетическим способом проверять и умение решать задачи, и умение выполнять действия аэритетическими, вернее, аэритетические действия над числами и над величинами, то, конечно, вот эта градация достаточно условна, но хотя бы, чтобы можно было стать нести и понять, что в нашей работе, в наших примерных программах, в наших пособиях эти все умения, виды, требования программы, стандартно, соблюдены. Ну, и продолжение таблицы, да, то есть есть две части в нашем тренажере, и поэтому и умение определенным образом стать сильным по этим двум частям, то вот задание на умение решать задачи владения основами пространства мышления, логического и алгоритмического мышления представлены, в частности, во второй части интерактивного пособия и соответствующие номера. Еще раз повторяю, условное деление, но, по-моему, его можно будет как-то придерживаться и в помощь вам для того, чтобы разобраться, на что же направлено то или иное задание. Ну, еще прежде чем рассмотреть непосредственно сами задания, я бы хотела усилить и вернуться к тому, что формулировки, которые, может быть, кажутся в каких-то заданиях непонятными, да, или непонятными детям, непонятными учителям. Мы говорим о том, что таких формулировок нет. Так вот, мы говорим о том, что особенностью, одной из первых особенностей всероссийской проверочной работы является соответствие формулировкам принятия этих учебников, и я думаю, что, коллеги, естественно, вы работаете по нашему комплекту перспективно начальния школы, и в этом смысле вы с детьми встречаете те формулировки, которые есть и в учебниках. Значит, это первая особенность. Вторая особенность. Безусловно, должны быть и включены задания, которые представляют учебные или жизненные ситуации, которые необходимо разрешить средствами математики, используя полученные знания с одной стороны. С другой стороны, эти задания значимы с точки зрения продолжения образования. То есть требование преемственности обязательно собрадается, потому что дети у нас готовятся в том числе и к продолжению математического образования. Следующая особенность. Ну, практически, за исключением, может быть, первых двух-трех заданий, не предполагается включение заданий напрямую использование известных алгоритмов в детских кадрах. Ну, например, вычислить, да, или выполнить деление. Понятно, что, еще раз повторяю, первое-второе задание, они как раз могут содержать, вычислить, найди значение выражения. Но все остальные, в частности, арифметические умения выпускников, проверяются опосредованно, да, и в том числе вот вычислительные умения. Через выполнение, при решении задач, при выборе действия, там, в определенной ситуации и так далее. Значит, и, ну, вот я уже сказала, что многие результаты планируем, они проверяются с помощью решения текстовых задач. Значит, если говорить, ну, продолжение ключевых особенностей всероссийской проверочной работы, то кроме овладения предметных результатов, решить задачу, выполнить арифметическое действие и так далее, смотрите, безусловно, проверяется, и это очень важно донести до сознания детей, что необходимо математически грамотно записать решение, необходимо уметь работать с несложной информацией. Ну, кстати, по поводу грамотно записать решение, на самом деле, если ребенок, вычисляя, предположим, значение площади, не прописывает измерения соответствующие, то, по сути дела, он допускает ошибку, и, несмотря на то, что мы знаем, что этот ребенок на уроках в школе вот с этой темой справляется, а в данной работе это, естественно, считается ошибкой, может ребенок не получить нисколько баллов, потому что неправильно запишется наименование, ну, при вычислении там площади, периметра или при решении задачи. И, конечно, обязательно нужно говорить о заданиях повышенного уровня и все-таки предлагать детям и при формировании умений и во время уроков, потому что мы говорим, что наш комплект имеет дифференцированные задания, в том числе задания повышенного уровня, включенные в учебники и в тетради, соответственно, и при решении заданий всероссийской проверочной работы подготовительного этапа, мы включаем задания повышенного уровня, потому что именно здесь в большей степени ученикам предлагается применить изученные знания, может быть, в нестандартной ситуации, переформулировать эту ситуацию для себя, рассматривать информацию, которая представлена в различных формах, и в таблице, и в текстах, и на диаграмме, и так далее. И, конечно, это, ну, собственно говоря, есть и задания базового уровня такого типа, потому что мы учим работать с таблицей в обязательном порядке и по требованию стандарта, но, тем не менее, задания повышенного уровня более сложные, и даже в одном варианте, в разных, вернее, в одном задании разных вариантов, такие работы у нас представлены. Ну и последнее, что по характеристике работы я бы хотела на что обратить наше внимание, что особенностью, выпускной вот этой, ой, российской проверочной работы является то, что используется задание только открытого типа, то есть нет заданий на выбор ответа в самой работе. Поэтому, если такие задания у нас присутствуют, потому что там, видите, мы сейчас посмотрим, сами выбирают некоторые моменты, ну, собственно, для того, чтобы, там, верно-неверно, по сути дела, нельзя сказать, что это выбор-ответ, он просто решает таким образом задание, да, то есть вот нет ответов, которые можно угадать, все задания нужно решить, но среди видов, типов заданий, вы видите, есть задание с кратким ответом в виде числа, есть задание с кратким ответом в виде комбинации, цифры или буквы, есть задание с кратким ответом в виде слова, его нужно правильно и грамотно написать, ну, или задание с развернутым ответом, В каждом задании это все прописано, каким образом необходимо эту работу оформить. Ну и теперь давайте посмотрим наши работы. Вот они в таком же оформлении, как и подготовка всероссийской проверочной работы по родственному ютубу окружающему миру. В двух частях прописано, что предполагает работа первой части. Значит, сборник, подготовка всероссийской проверочной работы первой части. И для того, чтобы нам было с вами сразу еще понятно, каким образом прописывать детям задания в электронном виде, поскольку все-таки раз интерактивный сборник предполагается, что в первую очередь школьники могут выписать задания в электронном виде, а впоследствии выписать в виде на бумаге, потому что, конечно, саму работу они будут решать в печатном виде. Я бы хотела обратить наше внимание вот на описание, на правила оформления решений. Значит, эти правила оформления решений в интерактивных пособиях представлены во второй части, но они представлены, если вы работаете по тренажеру, например, второго класса, для второго класса по математике, то там эти правила оформления решений прописаны для того, чтобы, видите, при автоматической проверке не появлялось лишних ошибок. То есть мало того, что ребенок может ошибиться в вычислительном плане, у него могут оказаться еще и чисто технические оформительские ошибки. Поэтому смотрите, в записи действий не используются пробелы, детей нужно предупредить, как оформлять правильно и как будет неправильно, то есть не засчитать, как правильный ответ. Действие умножения тоже уже мы это знаем, используется звездочка, для деления используется знак двоеточия. Дальше. Следующее правило. В написании наименований необходимо использовать те сокращения и наименования величин, которые требуются или используются в самой задаче. Вот в штуках, например, мы говорим о том, что сокращенные, если написать штук полностью, то компьютер покажет, как неправильное решение. И при вычислении письменных столбик необходимо соблюдать порядок слагаемых, например, или множителей, который задан в условии задачи. То есть вот 462 плюс 84 в таком порядке считаем, и если слагаем и переставить, то в данном случае машина просто не примет способ записи, хотя ответ на самом деле тоже будет легкий. Но вот ребенок понимал, что здесь правильно, что не правильно. Значит, это правило оформления, которое необходимо использовать и в первой, и во второй части, если вы уже работаете с тренажерами, и с интерактивными другими пособиями, которые тоже готовят к всероссийской проверочной работе, и пройдя на печатной основе нашей, да, и еще раз повторяю, тренажеры, то вы уже эти правила не знаете. Значит, что у нас во всероссийской проверочной работе? В первой части вы видите, у нас 8 заданий, при этом представлено 16 вариантов, и представлены правила оформления и ответы по варианту. Да, то есть вот ответы присутствуют, можно посмотреть, где-то есть подсказки, поэтому в этом плане, конечно, это именно обучающие пособия интерактивные, где ребенок может несколько раз однотипные задания прорешать, убедиться, что он справляется с ними, да. Но в то же время я хочу обратить ваше внимание, если вы не дошли там до 15, до 16 или даже 10 варианта, то, что вам кажется, что первые варианты все однотипные, то, конечно, это не так. И в этом плане все задания по всем вариантам достаточно разнообразны, с одной стороны, по совершанию, с другой стороны, и по овладению теми способами внутри одной темы, да, для детей. С другой стороны, они, конечно, повторяют для ребенка и создают условия для того, чтобы он овладел уже в обобщенном виде, потому что, конечно, это не заменит уроки, учебника и учителя и других пособий для того, чтобы ребенок овладел теми знаниями, умениями, способами действия, которые необходимы. Ну, давайте посмотрим, что у нас за задания. Как я уже сказала, первые два задания направлены чисто на проверку навыков сформированности вычислительных действий. И здесь есть задание как на положение, да, на нахождение значений суммы, нахождение значения разности, так и на нахождение значения, например, произведения и частного. То есть вот в этом плане все действия, все четыре действия у нас представлены. Каким образом ребенок и школьник их выполняет, он всегда может проверить. Еще раз повторяю, это, конечно, на это работают и другие наши интерактивные пособия, в частности, я уже говорила, тренажеры, которые представлены в издательстве именно в интерактивных. Если говорить про второе задание, оно тоже векспительного характера. Школьникам предлагается установить порядок действий и выполнить соответствующие действия, найти значение выражения. Здесь тоже все задания по наличию тех действий и порядку выполнения действий разнообразны. Как вы видите, есть задания без скобок, сложения, вычитания, умножения, деления. Есть задания на вычисления, которые содержат скобки. И понятно, что первое действие будем выполнять в скобках и далее по правилу. То есть вот эти два упражнения, которые, наверное, в меньшей степени вызывают какие-то опасения у учителей и у детей, потому что на это направлено это вычисление в пределах 100, поэтому мы с этим работаем, начиная с первого до второго класса в соответствии с включением тех аристических действий, которые школьники изучают. Ну и особых, наверное, здесь вопросов, я думаю, не возникает. Если говорить про характеристику третьих заданий, посмотрите, это уже практикоориентированные задачи текстовые. В данном случае они все у нас направлены на работу с такой величиной, как и премифов, продолжительность какого-то процесса и нахождение, работа с единицами времени. Но хочу обратить ваше внимание, что эти задачи тоже разнообразны. Ну вот если говорить про третьи задачи с первого по десятый вариант, то они вот достаточно однотипные, хотя мы, смотрите, предлагаем детям решить и первым способом, и вторым способом. И второй способ, безусловно, он, во-первых, более рациональный, и он показывает более высокий уровень формированности, умение решать такого вида задач и другого вида задач. Ну, в частности, та задача, в которой было, пилили, значит, там, или красные, желтые, зеленые полоски сделали, да, на листке, или на планочке, на палочке, то сколько всего кусков будет, да, если по всем цветам распилить или разрезать полоску, то смысл тот же самый, да, то есть кусочков будет больше, чем полосок, так и здесь у нас перемен будет меньше, чем уроков, потому что после последнего урока уже не спрашивается про перемену. И здесь дети решают задачи про уроки, про занятия в секции, про тренировки, про сеансы в кинотеатре, про спектакли и так далее. То есть само содержание и начало, например, каждого явления, каждого процесса и длительность, продолжительность самого урока, тренировки и так далее, перемена, они различны, разнообразны, и если ребенок понимает, что независимо, по какому сюжету он решает задачу, они все решают, конечно, вот наш тренажер помогает детям это обобщенное знание и умение сформировать. Начиная, например, с 11 варианта, ну по сути дела задачи несколько обратно, да, то есть мы теперь тоже знаем какую-то продолжительность определенного процесса и знаем время окончания, и ребенку нужно узнать, наоборот, время начала, да, при этом спектакль начался, ну, значит, здесь мы записываем во сколько, там, 18 минут, 18 часов 45 минут или 18. Понятно, что здесь он записывает данные, машина проверит чисто вычислительные вещи в работе, если это в тетради, потом делать в бумажном варианте, то, конечно, он может написать 18 часов 45 минут, да, а не просто поставить 18. То есть вот несколько задач такого плана. Они все, опять же, по третьим номерам, но они направлены уже на другие формулировки, на другие, содержат другую формулировку и направлены на другое умение ученика. Значит, если смотреть третье задание, например, 13 и 14 вариантов, то здесь, опять же, мы работаем с единицами времени, но уже другими, да, и с месяцем, и количество дней в месяц. И на какой вот день пришлось, безусловно, есть подсказка, что, например, в октябре 31 день, и опять есть некоторый порядок, план решения такой задачи. И, конечно, если эту работу организует учитель в классе, например, да, вот фронтальную или неудобную классную работу, то в данном случае можно опять дифференцировать. То есть более сильные ученики, они могут решать без этой подсказки, да, а если в классе детей сложности с такими видами задачи, то вот, пожалуйста, подсказка. Можно посмотреть, то есть как бы указание к решению, да, то есть не решение, не ответ, а именно план, в котором предлагается ребенку продумывать это решение и действовать. Ну, и если говорить про, например, 15-16 варианты, то еще два вида задач, да, смотрите, опять же они текстовые, дети понимают, что это сюжет, что это задача жизненная, она практически ежедневно, мы такую задачу можем решать в своей жизни, да, и рассматриваем вот продолжительность уже времени нахождения пути, разница во времени, опять известна дата, вернее, начало движения одного объекта, например, петель выше, да, поскольку известно, во сколько встретились два объекта, то есть, по сути дела, это, конечно, не задача на движение, в том явном виде, как мы решаем величинами скорость-временно расстояния, но, тем не менее, вот в этом же направлении мы работаем с величинами, связанными со временем. И опять есть у нас один и второй способ, и эти два способа, в зависимости от подготовленности детей, учитель может предлагать решить разными способами, либо все-таки вот овладевать одним способом, потому что он универсальный, и ребенок, прибавляя, там, эти 15 минут, может найти ответ на вопрос задачи. Значит, если, итак, третья задача у нас текстовые задачи, с одной стороны, с другой стороны, это оценка информации, которая дана в тексте, вычислительные действия и так далее. Значит, четвертое задание. Ну, вот они опять вычислительные, здесь уже у нас многозначные, трехзначные числа и действия, письменные, вернее, вычисления в столбик, безусловно, представлены все действия, изложения, вычитания, так, нет, здесь взаимосвязь, простите, взаимосвязь между компонентами, между компонентами действия, изложения, вычитания, представленные в нашем интерактивном пособии. Ну, я тоже думаю, что здесь дети, в общем-то, поскольку они знакомятся с тем, как найти недвижимые компоненты фактического действия, здесь в столбик выполнить могут, тем более, что, опять же, вычисления письменные, много заданий тренировочного характера, внецовщения, 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 внецовщения. Значит, характеристика пятых заданий. Ну, вот они мне представляются тоже очень роднообразные по своему содержанию, по предъявлению, и детям большая помощь в ориентации, в оценке пространственных отношений, количественных отношений. И сразу, коллеги, тоже обращаю ваше внимание, все-таки 16 вариантов, если вам удалось все уже просмотреть и проанализировать, замечательно, если нет, то сразу это сделайте, потому что задания, пособия представлены, задания на вот эту оценку количественных пространственных отношений, и горизонтальные, и вертикальные. И вот стеллаж расположен в центре комнаты, он может стоять слева, он может стоять вправо, да. Вопросы задаются, сколько еще таких же книжных полок можно поставить, да, в данном случае. Смотрите, опять же, для детей подсказка для того, чтобы сориентироваться, сколько клеток занимает одна книжная полка, и можно посчитать, посмотреть, то есть у ребенка опять появляется инструмент, как в такой ситуации можно действовать, и в данном случае первые задания, они имеют прямоугольные формы, очертания, да, поэтому здесь особых таких, ну не то, что особой сложности, но во всяком случае понятно, с подсказками таким образом действовать, и сосчитать, сколько же еще таких элементов, таких предметов можно поставить. Обратите внимание на задание номер 5, четвертого варианта. Значит, здесь у нас, смотрите, из полного кувшина налили один стакан воды, вот из левого кувшина налили один стакан воды, и спрашивается, сколько еще стаканов, то есть вопрос, опять же, еще сколько стаканов можно налить из оставшейся воды кувшина. Здесь уже не прямоугольная форма, формула стакана, цилиндр, конус, как угодно, да, мы можем сейчас про это говорить, и определить, что стакан и вода в стакане может располагаться не только так, вот она в стакане налили вертикально, да, посмотрите по подсказке, еще и охарактеризовать вот эту разницу в количестве воды в таком горизонтальном положении, соответственно, посчитать, сколько таких стаканов, я думаю, что это задание очень полезное, оно, правда, такого плана одно в нашем корнике, но, тем не менее, оно есть, и оно, опять же, заставляет школьников не привыкать вот к одному и тому же, к одной и той же стандартной ситуации, понимать, что ситуации может быть достаточно много. Обращаю внимание на пятое задание в шестом варианте, которое тоже говорит о том, насколько дети внимательно читают задания, да, то есть если в предыдущих вариантах спрашивали, сколько еще таких стаканов, книг, полок можно сделать, то появляются задания, в которых написано, сколько всего, не еще, а сколько всего, да, и уже учитывая, что два стола стоит, добавляем и считаем ответ, отвечаем на вопрос этого задания уже совсем по-другому, да, то есть добавляющие эти два стола, которые мы видим. То есть есть вот такие задания, да, дальше, значит, вариант, например, тринадцатый. Значит, с доской тоже несколько заданий, и листки или фотографии могут располагаться слева, справа, посередине верху, посередине слева, да, и тоже вопросы разнообразны, сколько таких фотографий поместится, сколько всего нужно, да, чтобы заполнить доску полностью. То есть вот эти нюансы в задании, они опять приучают детей не просто выполнить задание на оценку, да, вот этого пространственного и целесного отношения, но еще внимательно читать само задание. Шестые задания. Шестое и седьмое задания направлены на оценку верности, да, неверности, действенности или ложности определенного утверждения. Здесь вот как раз тот момент, когда мы выбираем, мы понимаем, что ребенок просто в тетради может писать верно-неверно, то есть здесь нет вот этого закрытого задания угадать, да, то есть все равно нужно ответить на вопрос, хотя, естественно, выбрав верно и получив в проверке красную рамочку, ребенок возьмет и выберет другой ответ. Но тем не менее, на что я хочу обратить ваше внимание. То есть вот эта таблица, на самом деле, она в заданиях, ну, практически все задания по всем шестнадцатым вариантам, номер шестой, она предлагает школьникам работу в той самой пифагоровой таблице, в которой мы начинаем работать в таблице сложения и таблице умножения, и если ваши дети во втором, первом классе работы с таблицами сложения и умножения понимают принцип построения такой таблицы, то, конечно, здесь достаточно показать или напомнить один раз, и ребенок, ну, во всяком случае, опять у него появляется средство, появляется инструмент, способ выполнения таких заданий. Ну, давайте посмотрим. То есть что такое пифагоровая таблица? У нас есть столбцы, вернее, столбец и строка с какими-то величинами, с наименованиями, с названиями процессов, со временем и так далее. И ребенку, чтобы воспользоваться этой таблицей, и ответить в данном случае на утверждение, верно оно или нет, нужно эти два данных соотнести. Значит, воскресенье в 16 часов, да? По одному столбку смотрим и находим в 16 часов, по строкам находим воскресенье, и на пересечении этих двух строк смотрим, что же происходит. Трансляция сутбольного матча. Значит, это утверждение у нас будет первым. Дальше, в субботу и воскресенье. Значит, первое задание, легкое, только один элемент из столбца и один элемент из строки на пересечении посмотрели. Дальше, второе задание. Уже суббота и воскресенье, 14.30. Значит, я могу пойти по формулировке задания, посмотреть суббота, 14.30, воскресенье, 14.30, да? То есть уже выполнить те операции, которые были в предыдущем первом задании. И сравнить вот на пересечении эти два значения. Здесь фильм А, здесь фильм В. Значит, это задание неверно, это утверждение неверно, мы выбираем на учет. Посмотрите, третье и четвертое. И такая формулировка в каждой или в каждом, она присутствует, опять же, во всех вариантах. И, конечно, мы понимаем, что это логически, то есть само по себе верно-неверная эта логика, но еще и усиливается вот таким квантером ученства, как каждый. Значит, нужно рассмотреть все три дня. И, опять же, это не означает, что вы только в этой работе, в тренажере на это обращаете внимание. У нас очень много в учебнике и в тетрадочках заданий во время обучения для того, чтобы говорить с детьми, обсуждать, что такое на каждой, да, каждой из этих признаков. То есть и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Да, посмотрели теперь фильм А, то есть работа обратная, нужно найти в субботу фильм А и посмотреть значение в столбце. В воскресенье фильм А, посмотреть значение в столбце. Или посмотреть второе значение на пересечение трансляции футбольного матча. Да, фильм А, трансляция футбольного матча. Фильм А, трансляция футбольного матча. Фильм А, трансляция футбольного матча. Здесь, может быть, нам не нужно исполняться времени, но нам нужно понять, что это будет раньше, да, расположение в субботу. И поэтому, раз это во всех трех днях, то мы выбираем верно. Ну и так далее. То есть, конечно, у многих детей, которые, ну, вот успешны в математике, да, Они могут это задание выполнять достаточно быстро, но когда мы говорим о сформированности логического мышления, в частности, то мы говорим и о рассуждениях, поэтому на определенных этапах, опять же, работая в классе со всеми детьми или в группах обсуждая такие задания, можно, во всяком случае, просить объяснить, чтобы было понятно, что ребенок не угадал верно и не верно, а выполнил это задание. Ну и седьмое задание, я уже сказала, оно тоже на определение верности или ложности утверждения, но работа уже с текстом, и на самом деле это не означает, что это легче или сложнее, это совершенно другое умение само по себе. И вдобавок еще, посмотрите, у нас сами утверждения формулируются в виде вот этой импликации «если то», и, как правило, прямое утверждение «если завтра пятница», то по телеканалу будет идти вот эта передача, которая звучит прямо по тексту «если пятница, то передача в мире животных», то это с этим утверждением мы детей положим в окно. Не то, что не будет вопросов, во всяком случае, интуитивно они понимают, что это так. А вот у других, там, где происходит отрицание, да, не идет или сегодня не четверг, да, вот эти утверждения уже, естественно, требуют понимания. И опять же, если ваши дети сказали правильно, неправильно, верно, неверно, это не означает, что они не угадали, а действительно решили. Поэтому здесь, конечно, нужно для этого отводить время и объяснить. Работа не требует, работа требует только определения верно-неверно, но все-таки мы говорим про понимание, про осознанность решения тех или иных задач, да, и здесь, может быть, он угадал верно-неверно, а в другой раз может не угадать. Поэтому, когда мы говорим, если в мире животных сегодня передача это не идет, значит, сегодня точно не пятница, но может ли это быть суббота или другой день недели, да, это могут быть разные дни недели, кроме субботы. Поэтому, конечно, это утверждение будет не угадать. Ну и восьмые задания, связанные с нахождением площади и периметра, они состоят из двух частей, как вы видите, и опять здесь нужно сказать о том, что задания есть взаимнообразные. Несколько заданий, то есть, например, с первого по седьмой вариант у нас сначала школьники должны найти площадь фигуры, записать грамотное значение этой площади, затем уже задание на сравнение, то есть снова найти нужно площадь уже других прямоугольников, в данном случае фигур прямоугольников, сравнить, записать номер прямоугольника, у которого площадь будет такая же. А дальше дополнение, найти периметр этого прямоугольника, то есть нужно понять, какого, да, вот если мы здесь номер записали первый, то, соответственно, я буду искать периметр первого прямоугольника. Значит, с первого по седьмой вариант задания похожие, там только разнятся фигуры, для которых нужно найти первоначальную площадь. Вот, если же говорить с заданием номер восемь, начиная, например, с восьмого варианта, то они являются, опять же, в некоторой степени обратно. То есть теперь нужно найти периметр прямоугольника, быть внимательными, записать сантиметров уже или квадратных, да, затем, найдя периметр двух других прямоугольников, сравнить и записать номер прямоугольника, имеющего такой же периметр, а потом для этого прямоугольника найти очень небольшой. То есть вот задание взаимнообразное. И задание, начиная с одиннадцатого по шестнадцатого, ну, например, в пятнадцатом варианте, первая часть такая же, а вторая часть нужно не просто сравнить, да, а еще и определить прямоугольник, периметр которого различать. Это может быть на шесть сантиметров меньше, это может быть на шесть сантиметров больше, на другое количество сантиметров, да, то есть немножко вот здесь усилено это задание, опять для того, чтобы дети внимательно читали, в том числе, потому что периметры и площади, ну, тоже я думаю, что все-таки просто у прямоугольника периметр площади дети умеют находить, да, хотя мы понимаем, что их бывают выполненцы, поэтому эти задания, опять же, вот в такой совокупности первая и вторая часть из двух частей состоящие, они учат детей быть внимательными и еще раз разделять соответствующие умения, да, у детей периметра и площади. Значит, то, что касается первой части, ну и теперь вторая часть, как я уже сказала, она в том числе содержит описание, как оформлять правила оформления заданий, да, но в предисловии, опять же, сказано, каким образом оформить сам ответ, в 9-м, 10-м и так далее, поэтому, конечно, я сейчас на этом внимание свое не застрою, хочу рассмотреть, как бы прокомментировать, может быть, формулировки и задания, ну, вот, соответственно, не ранее. Значит, все 9-е задания, всех 16 вариантов предлагается рассмотреть фотографии. На фотографии, кстати говоря, конечно, идет расширение кругозора, потому что представлены фотографии Москвы, Санкт-Петербурга, Сулы, Кремля, вот, площади дворцовая, да, и так далее, то есть в 16 вариантах, вот, Вологда, в 16 вариантах, 16 абсолютно разных фотографий. И, безусловно, поэтому для детей есть подсказка, что собой представляет каждое из нарисованных, ну, изображенных здесь зданий, да, земный дворец, колонны, здания, дворец корпуса, и дальше детям предлагаются задания. То есть понятно, что здесь нужно постоянно смотреть, на фотографии выполнять задания, и это тоже некая сложность для выполнения, потому что когда у нас сразу перед нами изображение или фотография, то, может быть, с одной стороны меньше времени уходит, с другой стороны, вот, лишний раз посмотреть, ну, это тоже некое умение сосредоточиться и распределять внимание. Поэтому, когда мы говорим про отдых, то даже вот в таком выполнении такого, вроде бы, технических, да, необходимости формулирования задания, но, тем не менее, учитывается, да, вот, возможности, да, сосредоточения внимания или, наоборот, они не могут быть. Значит, здесь, смотрите, задание, вот, плана, что выше, что ниже, что ближе, слева или справа кто, слева или справа что, что или кто опять, или где находится либо здание, либо вот Маша с ниже. То есть на самом деле, опять, во всех 16 вариантах все эти формулировки достаточно разнообразны, еще раз говорю, касаются или детей, или, соответственно, зданий, и все пространственные соотношения впереди, за спиной, ближе, дальше, выше, ниже и так далее, они все, так или иначе, вот, в этих пяти заданиях по каждому варианту присутствуют, да, вот мы посмотрим третий вариант, например, Исаакиевская площадь в Санкт-Петербурге, да, опять подсказка для того, чтобы дети рассмотрели. Ну, и уже по двум этим фотографиям вы видите, что в первом варианте у нас три здания, здесь, например, три объекта, здесь два объекта, относительно которых нужно рассматривать, это тоже, вот, варианты усложнения или упрощения выполнения заданий, потому что два ребенка, два объекта, или два ребенка, три объекта, объекты между собой, как расположены, как расположены, относительно детей и так далее. То есть это вот задание на такую пространственную ориентацию, ну, и мне представляется, что они должны быть детям интересные, они адекватны, безусловно, возрасту, ну, и кроме того, расширяют, уже сказала, кругозор. Значит, задание десятое. Это работа с диаграммами и с готовой диаграммой, то есть нужно уметь прочитать диаграмму и достроить, потому что если мы посмотрим, опять же, на второй страничке задание, то нужно, например, покажи на диаграмме посещаемость, то есть эту диаграмму нужно построить, да, и задание, опять же, очень разнообразное. Я не веду вариантов. Значит, смотрите, в клеточке может быть десяток человек, в клеточке может быть просто количество человек, да, ну, масштабы в одной клетке. Это может быть один час, одна клетка. И у нас диаграмма была горизонтальная, теперь она вертикальная. Дальше. В одной клеточке может быть, смотрите, 20 минут, да, то есть вот даже масштабы, единичный, вот этот отрезок, единичная клетка, мерочка, с помощью, вернее, которую ученик должен использовать для построения диаграммы, они достаточно разнообразны. Опять нужно быть очень внимательными. Один человек, одно место, один билет, или десяток билетов, десяток человек. Это один час или 20 минут, поэтому тоже 16 вариантов, позволяя детям достаточно внимательно выполнять эти задания. Ну, это задание, с этим заданием справляться. Теперь смотрите, значит, в ответе нужно указать числовое данное, нужно выбрать слово, да, то есть выбрать в данном случае на первые недели, когда Сережа гулял меньше всего. Дальше. Нужно посчитать, предположим, общее количество времени, общее количество часов, общее количество дней, общее количество билетов, которые купили, или конкретизацию с понедельника по среду, со среды по пятницу. И опять, эти данные либо даны в диаграмме, их школьник считает, либо он общее количество считает уже в той диаграмме, которую ему нужно построить. Построить, да, например, с понедельника по среду, дальше ему нужно построить посещаемость в четверг и в пятницу, дальше сделать вывод о том, как менялось количество с понедельника по пятницу, да, и с понедельника по среду зрители посмотрели. С понедельника по среду все данные, которые уже были даны, а в какой-то задаче, в каком-то задании, можно спросить с понедельника по пятницу. То есть вот опять эти нюансы внутри задания, они вроде бы сами по себе задания однообразны, то есть построить, сосчитать, правильно определить мерку, с помощью которой будем диаграмму строить, но вот сами формулировки, они очень разноказны, которые и позволяют удерживать внимание детей вот на выполнении этих заданий. Одиннадцатое задание по всем вариантам, это у нас задание на выполнение «Собери набор» с помощью разных, это опять по сути дела текстовая задача, ребенку можно на 100 рублей собрать набор, который поместится в эти 100 рублей, да, и поэтому идет опять вычислительная работа, но с причинами в данном случае, там, ценой или, со стоимостью, да, и здесь могут быть разные варианты, все варианты, которые предполагаются, несмотря на то, что в ответах может быть указан один вариант, я имею в виду в самом пособии, то компьютер допускает тот вариант, который ребенок может указать, да. То есть, если, например, здесь у нас, значит, 100 рублей, и опять мы можем обговаривать детьми, каким образом работать по такой задаче, значит, дороже всего акварельные краски, меньше, дешевле всего стоят, стоят восемь цветов, да, третий номер, это творение краски. Дальше я предлагаю, естественно, у нас альбом для рисования, это номер шестой, да, то потом, значит, у меня получается 51 плюс, 57 плюс 51, 88, у меня может поместиться и вторая, кисточка, ой, ну, чтобы не правильно считала, значит, кисточка, и первая, ну, может быть, не в этом варианте, сейчас уже времени просто не так, да, опять не так, что не так, 57, 31, а, ну, может быть, не тот порядок, я понимаю, значит, 1, 3 и 6, пробуем еще. Так, ну, вот теперь верно. И если я хочу 2, 3, 6, то он тоже должен быть у меня правильным, понятно, да, то есть разные наборы, в данном случае и кисти плоские, и кисти круглые помещаются в 100 рублей, и поэтому машина вам ответит правильно и на один и на другой залом. Значит, все задачи под номером 11, они такого типа, единственное, что, это с первой по четвертой, да, начиная с пятого, посмотрите, задачи более сложные и вычислительно, и по содержанию, потому что нужно не просто сосчитать вот эту стоимость всей покупки, да, а еще и определить, вот в каком магазине это будет дешевле. То есть это, конечно, она, ну, опять же, есть подсказка в качестве решения, можно сосчитать ракетки, мячи, сетку для стола в одном магазине и в другом, увидеть, да, и, соответственно, в этой задаче выбрать магазин А или магазин Б. Но задача предполагает и другие способы решения, в частности, прикидка, потому что в данном случае не спрашивается, сколько нужно заплатить, да, а нужно просто выбрать, где будет дешевле, поэтому иногда для вычисления полезно решить, да, еще раз покажу задачу, потому что она вычислительные навыки в том числе проверяет и формирует, но у нее есть и другая, другая направка. Ну, если говорить, например, про одиннадцатый вариант, и начиная с одиннадцатого варианта по шестнадцатый, уже даны рисунки, нет, и с их ценой, и нужно не только найти стоимость покупки, но и получить задачу, да, то есть тоже задача вроде бы про то же самое, мы находим стоимость, зная цену и количество, и затем нужно еще один шаг сделать, получить сдачу. Ну, и последние две задачи в этом блоке, одиннадцатом, они еще один шаг, да, то есть известно, нужно купить пачку масла, три пакета молока, мы найдем стоимость покупки, с пятисот рублей получим остаток денег, и дальше нужно на эти деньги сосчитать, сколько, например, йогурта и опять сдачу, то есть еще добавляется один шаг, поэтому задачи с величинами, задачи на покупку-продажу, но тем не менее, и они очень высокие, имеют разнообразные виды. Значит, в двенадцатом задании по всему, по всем вариантам, это геометрического плана задания на пространственное воображение, на пространственное мышление, значит, задание с первой по шестой нужно выбрать первый или второй домик будут симметричными в отражении, задание с седьмого варианта по двенадцатый, значит, нужно соотнести развертку куба и сам уже кубик с буквами, которые будут соответствовать вот этой развертке, и, опять же, сначала задание только один из кубиков соответствует данной развертке, да, если мы посмотрим задание чуть дальше, то будет, например, ну, во-первых, оно обратное, то есть уже теперь дан кубик, а к нему несколько развертов, и эти фигуры уже может быть две, да, то есть опять же идет на усложнение, поэтому для всех ваших детей здесь задания будут, то есть если первые дети выполняют легко, то вот на этом этапе, например, им будет уже выполнение чуть-чуть сложнее, да. Ну, и задание уже три последних, вернее, четыре, тринадцатого, шестнадцатого варианта по нарастающей детям предлагается квадрат с буквами и несколько заданий по вот этому, по этому рисунку. Опять же, есть помощь для тех, кому нужно, да, потому что мы можем, ну, не разложить, а показать, каким образом эти буквы были, в каком порядке они были положены, ну, и начиная с четырех букв, вот вы видите, здесь шесть букв, и в шестнадцатом варианте нам предлагается уже восемь букв в расположении, восьмой букв, да, то есть, ну, хотя бы по количеству букв их взаимного расположения у детей тоже есть, в школьниках есть возможность, ну, попрактиковаться в решении таких заданий. Ну, и если говорить теперь про тринадцатый, задачи, которые представляют собой логические задачи, да, и здесь, опять же, по кодификатору можно принять просто решение вот подбором, потому что эта задача, ну, у нее, опять же, разные способы решения, можно рассуждать, можно решить с помощью уравнения, которого дети наши, может быть, не знают именно для решения таких задач. В тренажере предлагается в нашем пособии решение, этой задачи, да, то есть, опять, какими шагами можно, какими действиями можно решить эту задачу. И, конечно, задачи, опять, с одной стороны, они однотипные по своей сути, но они разнообразные по своему совершению. Ну, вот если здесь у нас велосипеды двухколесные и трехколесные, дальше предлагаются двухколесные и четырехколесные, предлагаются автомобили и мотоциклы, предлагаются уже с животными, там, цыплята, котята, овцы, куры, у которых, естественно, количество, вот, ног, ребенок должен сам понять, что у корицы две ноги, да, там, у котенка четыре лапки и так далее. То есть, здесь вот задачи равнообразные, поэтому, в этом плане. И вот с первого по шестой вариант, вот я вам первый показала, теперь можно посмотреть шестой, как раз вот автомобили двухколесные, мотоциклы, если посмотреть пятый вариант, то овцы. Пятый вариант, то куры и овцы, да, соответственно, головы и ноги. Ну, по сути, по своей, эти задачи все решаются одинаковым образом. Если говорить про варианты логических задач, начиная с седьмой, с седьмой по десятую, то эта задача, посмотрите, на соотношение трех объектов. Обязательно, в общем-то, для учителя, для ребенка есть подсказка, если она нужна, решение. Понятно, что эти задачи удобно решать с помощью отрезка, с помощью изображения, но, как минимум, нужно выбрать, какие здесь яблоки, желтые, красные или зеленые, какая полоска что изображает, да, потому что, ну, то есть, не все мы подсказываем, мы просто даем как бы инструмент опять решения. Ну, естественно, если в седьмом варианте школьники с такой задачей справятся, то дальше они соответствующие задачи будут решать уже самостоятельно, да, ну, вот, например, значит, тюльпаны, опять на сколько-то больше, на сколько-то меньше, желтых, да, желтых больше, чем белых, меньше, чем красных, то есть опять начинаем говорить, с каких желательно тюльпанов изображать, у нас опять есть подсказка, каким образом, да, и понятно на рисунке, что отнимать нужно не 6 и 6, а 3 раза по 6, да, то есть 18, поскольку эта разница именно в данном случае 18 и 1. Если говорить про задачи, например, этого же блока 13, но в 11 варианте, то задача еще немножко, да, ну, я не знаю, сложнее она или легче для детей, для ребят, для учиться, да, потому что отдав, вернее, даже мы начинаем с конца задачи, если у всех останется поровну от всего 30, то, конечно, первое действие, мы можем понять, сколько карандашей будет, в конце концов, у каждой девочки, да, и тогда, раз Кате отдали 6 карандашей, у нее самого 10, то было соответственно 4, ну и так далее. То есть таких несколько задач, опять же, про разных детей, про разные объекты, ну, вот, 11-я задача, 12-я, и с 13 по 16-ю задачи 13-го, 13-й номер, ну, вот, количество ступенек с определенного этажа по определенному по другой этаж, да, по сути дела, эта задача несколько похожа на задачу с продолжительностью урока и там занятия, тренировки и так далее, и так далее, потому что понятно, что после того, как мы поднялись на этаж, то уже количество ступенек считать не нужно. Но опять есть решение, опять есть алгоритм, подсказка, если первый раз, да, мы всегда говорим, что мы первый раз можем помочь и объяснить логику решений, не могут дети решать логические задачи, если они не знают подход к решению такого типа задачи. Но тем не менее, это не натаскивание, потому что все равно разные и данные, и разные сюжеты, и по-разному формулируется сама задача, поэтому, конечно, в этом плане учителю еще много чего нужно по самой задаче делать для того, чтобы детям даже готовое решение. Ну, и если мы посмотрим, у нас есть решение по всем, да, заданиям. Вот вариант 13-й, мы можем посмотреть решение 13-й задачи, да, один из вариантов решения этой задачи, готовое обсуждение или по плану запись решения его дальнейшего обсуждения. Конечно, все эти формы, способы работы с содержанием задач и заданиями, они остаются в вашем арсенале и ваше право распределить свое время и время детей по тому, как вы с этим пособием будете работать. Но тем не менее, коллеги, я понимаю, что нужно найти время на все это, да, на такую работу, но его нужно найти, тем более, что, еще раз повторяю, это некое обобщение, все-таки тренажер, это некое обобщение, до этого вы в течение четырех лет работаете по нашему комплекту, работаете с нашими формулировками, с нашими печатными и электронными пособиями детей, так или иначе в этой работе. Большое спасибо за внимание. Не знаю, каким образом можно отвечать на вопросы, но может быть в дальнейшем. Я вам желаю успехов, вам и вашим детям, безусловно. Спасибо. 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 Спасибо.